Телеканал «Боец» представляет. В предыдущие серии перед полуфиналом Сергей Харитонов проверил наших участников на прочность. Я вот поборолся, вижу, что уже растёте. Молодцы. В студии звукозаписи бойцам пришлось побороться со своими комплексами. Самое время оставаться с собой. Алина, это подарок для тебя. Ребята получили ценные наставления от Александра Иншакова. Могу вам пожелать, посоветовать, чтобы вам на жизненном пути попался настоящий, серьёзный наставник. Смотрите в этой серии. Сегодня у нас такая будет тренировочка, такая продышаться нам надо будет. Всегда разнообразные тренировки нам подводят. Это очень интересно. То есть мы не зацикливаемся, делаем не делом одно и то же. Ведущие дали бойцам возможность отдохнуть. Первый может холостым быть, ага. Бывают рикошеты такие, что как в банк попал, она не упала. Но ты ж в этом не виноват, правильно? На проект пришёл долгожданный гость. Здравствуйте, ребят. Меня зовут Артём Левин. Я чемпион мира среди профессионалов и среди любителей по тайскому боксу. Очень перспективный боец. Расслабляет нашу страну за границей. В жизни ребят, кроме тренировок и мастер-классов, есть место для праздников. Самое интересное только начинается. Что мы приготовили нашим бойцам, узнаете прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Осталось 7 утра. Вышел на свежевозвух прогуляться немножко, подышать свежевозвухом. Включаю по своему сыну. Уже довольно долго я его не видел. Это единственное, что пока оборачает моё пребывание на проекте. Тоска по дому тоже дает оси знать. Ну, есть цель, надо к ней идти. Да, со всеми ребятами нормально, стараюсь общаться. Здесь все занимаются этим спортом, все понимают, что бой есть бой. А закончится бой, пожмём руки, дальше поговорим, обсудим бой. Ребят, всех рад видеть. И сегодня у нас такая будет тренировочка, такая, как продышаться нам надо будет. Подвигаться, подышать, растрясти ручки, ножки раскидаем. Уже почти все разогреты. Мы так немножко, чтобы стряхнуться, потому что резких движений ничего не делаем. Начинаем немножко работать, двигаемся одной левой рукой. И сильно ногами не двигаемся, на месте стоим. Где-то уклончик закрылся, где-то ушёл. Нерезкие движения, практически на месте. И вот аккуратненько начинаем одной ручкой работать. Ножки не прилипшие, они ходят на месте, но не прыгаем, да. Раз, корпус, сюда ударили. Ильдар лучше всех понимает то, что нам надо. И лучше всех понимает период и фазу, которая на данный момент идёт у нас, как у бойцов. И он никогда не даёт сверх того, что нужно. И тренировки вместе с тем очень содержательные. Сейчас защищаемся. И через защиту практически одиночные, максимум два удара. Вот я работаю, посмотрите. Вот у меня перекрылся, я где-то закрылся, пропустил. Раз ударил, раз ударил, закрылся. Раз третьего закрылся. Защита, всё защита. И раз, раз, контратаки такие. Вблизи вяжемся, вот вяжем руки. Раз, отсюда удар какой-нибудь. Отпустил удар, это удар. Работаем. То же самое всё, работаем, только ещё и добавляем, что нам щиты. Что нам бьют по ногам и защиту можем вставить. Так же работаем. Так же работаем. Раз, защита, не высотканная. Раз, колено. И опять ручки работаем. Ближний, средний бой. Короткий, пересчит. Щит, удар. Раз, опять. Раз, колено левое. Только не суетитесь. Словите ситуацию сами. Где защита? Вниз не смотрите. Давайте привыкать и с подлобья смотреть вперёд. Бои показали, что некоторые поднимали высоко голову. Руки не разбросаны, все сгруппированы. Практически через защиту работаем. Оборону. У нас ближний, средний бой. Ульдар мне очень симпатичен, как тренер и как боец. Всегда разнообразные тренировки нам подводят. Это очень интересно. То есть мы не зацикливаемся, не делаем одно и то же. И развиваемся. Защита пошла. Просто защищаемся. Закрыли сюда щит поставили, перекрылись. Вот, все движения мы должны сейчас ловить. Все движения, корпус, какие возможно, не быстрые. Задача ноги на одной линии не стоят. Они у нас чуть пошире. То одна нога, то другая. И вес ноги немножко на дальнюю ножку, а не на переднюю. То есть у нас на одной линии всё, мы равновесие теряем. Щиты, поднятие колен любые. Закрылся сюда. И не закрываем глаза. Это самые полезные тренировки в данный момент. Потому что никаких травм нету. Они не соприкасаются друг с другом. Они чувствуют, они дышат. У них лёгкие раскрываются. Они чтобы могли весь бой продышать. Хорошо, сразу вольный бой. Руки, ноги, аккуратненько. Тоже невысоким темпом на меня смотрим. Работаем. Движения. Все, но правильные движения. Не то, что там сейчас не быстро, но правильные. Вот я работаю, раз сюда, раз нога в живот. Раз сюда пошло. Не значит, что я бью сюда, сразу сюда. Не надо движений. Ударил сюда, можно прямой ногой в живот ударить. Раз, руку встретил. Ударил, закрылся. Спокойно, невысоким темпом. Работаем, работаем. Раз. Играем, что нас бьют. Мы перекрываемся, в это время хватаем и бьем коленом в голову, допустим. Да, закрылись. Он начинает лупить. Хватаем голову, ударили и опять закрылись. И опять вольный бой. Опять начинаем работать. Распределились так же все по кругу. Так же друг на друга смотрим. И так же работаем то же самое. Вот аккуратно. То с ним, то с ним я работаю. Вот, мы меняем сами моего соперника. Вот мы стоим все вот в этом месте, да? Вот. Я здесь работаю самостоятельно. Вот я с ним работаю. Раз, перекрылся, с тобой начал. Раз, закрылся. С этим. Укажет, так же меняется. Ой, момент. Бам, сюда. Так, вот ему в живот ударил. Перекрылся, ударил. Вот такое. Тоже невысоким темпом. Мне вообще подходит тренировка Эльдара по стилю, по сценарию тренировки. Он больше на вестибулярный аппарат, на чувство дистанции. Здесь все равно хорошо, чем на земле, что земля все-таки притягивает. Вот это то, что мы делаем. Трава где? Вот такая земля. А самая тяжелая считается. Она как притягивает. Это хорошо. Для боссеню. Вот пирог сейчас тренировался. Они все работали в боссене много. Эмилиане и Федор на земле работают. А потом в зале уже взрывать. За это здесь нельзя взрывать. Взрывы нельзя делать. Здесь надо работать именно все движения, чтобы ноги. Почему? Да, быстро это тоже нельзя делать. Земля, она как притягивает, и ты должен уметь короткой. Коротко ноги убирать. Вот, вот движение. Я вначале был против того, что тренировка будет проходить на улице. Я думал, лучше в зале. Но, как бы, и погода такая была хорошая, и тренировка такая была. Разнообразная такая. Мне понравилось очень. Вот и сейчас следующее упражнение у нас. Каждый сейчас работает. Именно руки опущенные. Сейчас можно смотреть вниз со своими ногами. И вот у нас задача. Постоянно на месте. Так. Вот у нас работают. Поменял ножки. Сюда подпрямился. Пониже. Подсел. Повыше стал. Просто поработал. Вот движение. Прокрутил вот так ножку. Вот она. Движение. В одну сторону, в другую. Опять сосредоточился. Опять вперед. Задача нельзя останавливаться. Ты еще медленнее. Ты специально вешаешься на тапочке? Или еще это хорошо? Что ты еще медленнее? Не надо снимать их. Делай еще медленнее. Топчись вниз. Я там в тапочках был еще. Поэтому мне было неудобно там делать то, что делали все ребята. У нас вся тренировка идет на одном дыхании. Вперед, назад. Где-то сжали, где-то расслабили. У нас не должен быть отдых сейчас. У нас отдых восстановления во время любого движения. И опять одни руки. Вольный бой. Бой с тенью. Находим объект. Листочек. Соперника. Крыша дома там. И у нас вот работа идет. Увидел я дерево. Я отработал с деревом. Я повернулся. У меня уже другой объект пошел. Я уже с другим объектом работаю. Нанес серию. Я третий объект нашел. Номер дома. 114. Работаю в эту 114 работа. Повернулся сюда. Работаю. Каждый раз мы меняем. Без ног пока. Руки. И каждый раз мы меняем объект. Эльдар нам показывал сегодня упражнение, когда мы постоянно меняли цель взглядом, ловили. Это умение поймать соперника взглядом его действия. Бывает во время боя заплывает глаз. Там, да? Подбили глаз. А ты выиграешь бой. И судья вроде не останавливает. Тебе надо работать. А глаз не видит. Ты пропускаешь удары. Сейчас такая же ситуация. Смотрите. Мы работаем. Все левый глаз все закрыли. Левый глаз. Но не полностью закрыли. Вот так напрягли. Что я ж не видно правым глазом. Просто прикрыли. Потому что он немножко видеть будет. Понятно, да? Прикрыли левый глаз. Левый. И так же одними руками начинаем работать. Когда в бою может прилететь чуть-чуть, может глаз подплыть. Ну, действительно очень плохо видно. Я думаю, это очень полезные вещи для вестибулярного аппарата. То есть, ну, ты можешь там и повернуться, и развернуться. И закрываешь глаз, все равно зрение у человека работает. Вот, например, я смотрю прямо, я вижу верх и низ, слева и права. То есть, это развивает. То же самое. Правый глаз под крыльей. Работаем. Если правый глаз, видите, легче работать. Когда правый под закрыт, легче, чем левый. Ребята, два глаза прищурили. Не закрываем, а прищурили их. И вот работаем прищуренными глазами два момента. Вот. Прикрыли. Давайте, работаем. И бой с тенью. Работаем сразу. Оп, 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 ручки. Давайте, работаем. Когда работаю бой с тенью, я отрабатываю комбинацию. Но иногда придумываю не отработанную комбинацию, а так, по пути. Ну, я, допустим, представляю, что сбоку в печень, допустим, бью. Время. Схватили вот так. Видите, свои прошутки движения. А глаза вперед смотрят. Не поднимаются за головой, они только вперед смотрят. Это работа на вестибулярный аппарат. Бывают моменты, когда попадают, начинаешь плыть, чтобы картинка восстанавливалась быстрее. Как бы это она постоянно. Есть много разных вещей. Там мои ковырки и крутиться на месте. И вот это тоже интересно. Для меня это новое было такое. Сейчас прямые удары пошли. Вот они, только у нас плечо работает. Удар. Вот как мы работаем. Бах, бах, бах. Видите, я бой веду. Смотри на меня. Вот у меня бой идет. Бам, 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 бам. Вот у меня руки, да, там боковые, там апперкотики. Вот. Я вольный бой. Сейчас темп невысокий, но все идет плечом. Я ставлю. Боковое. Оп. Сюда. Корпус ударил. Так. Маленькие толчковые движения. Вот они. Вот левый, левый. Вот у меня раз-два движения. Так, сюда. Так. Ушел. Боковой. И все в голове имитируем, что у нас рука идет. Как можно. Не надо сейчас пытаться сильнее сделать. Чуть-чуть короткое движение плеча. Тельдар тренировки мне очень нравится. У него постоянно интенсивная такая тренировка. Все, что нам нужно. Пошли теперь спокойненько работаем. Спокойненько работаем, но бой идет. У нас можем моментами. Так, повернули, опять работаем. О, повернули, сюда работаем. Они во время боя должны прорабатывать. Они должны видеть все. Соперники, руки, ноги видеть соперника. А то ноги на ноги смотрят, бьют по ногам, открывают, значит, обзор и пропускают руками удары. Вверх смотрим. Работа вверх. Чуть наклонились вот такое движение. И отсюда вот работа идет. Так же все движения, какие мы можем бить. Тан-тан, 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 вверх. Так же прокруты в одну сторону, в другую. Не теряемся. Работаем на максимальный верх. Были упражнения для глаз. Голову отворачиваешь в сторону, работаешь с блостенью. Вверх прогибаешься, смотришь, работаешь с блостенью. Я раньше никогда так не делал. На самом деле это как бы не так просто. В вольный бой пошли. И смотрите, раз, раз, работа. Сюда переход. Сюда наверх поработали. Сюда вниз работа идет. Средний уровень. Все движения. Пам-пам-пам. Тан-тан. Вот движение. Перекрылся. Сюда. Корпус. Сюда. Сюда работаем. Вот работа. Опять сюда пошла. Настоятельно. Вот отсюда прямые. Сюда пошли. Вообще вот так руки отсюда. Вот прям вот сюда воздух поднимаем. Здесь напрягли. Выдыхаем через живот. Еще раз. Сжали здесь. Стряхнули руки. Стряхнули ноги. Я такую тактику выбрал, где все проходило без отдыха. Они не отдыхали, и они восстанавливались во время движения. Делая одно упражнение, второе, третье упражнение. Это координационное движение. Больше даже работа на мозг. То есть на скорость, на дыхательное упражнение. Нам, в принципе, физические нагрузки сейчас не нужны. Он очень правильно распределил тренировку. Я считаю, он очень правильно подвел нас сегодня. Настроил даже, так скажем. Всем спасибо за тренировочку. Все, отдыхаем. Сегодня мы решили вам сделать небольшое развлечение, отдых. Чтобы вы отвлеклись от всех этих тренировок. Чтобы пришли в себя. Мы решили, что вам сегодня нужно погулять, поразвлекаться в парке. Здесь есть отличные карусели, горки. И, собственно, хорошая погода, солнце. Поэтому давайте наслаждаться тем временем, которое у нас есть. То есть сегодня, ребят, мы отдыхаем и расслабляемся. Ну все, пойдемте, ребят. Пойдемте, пойдемте. Кроме как спорта, увлекаюсь еще автоспортом. Это дрэг-рейсинг, так называемый. Очень нравится тюнинг автомобиля. Ну не так, не красота, а именно мотор. Да, это маленькие машинки. Просто повеселиться, пободаться. Я вожу машину по-настоящему. И водитель я, если говорить честно, не очень хороший. Иногда лихачу. А когда сегодня на машинке присели, каждый на свою, тоже такой задор, удаль почувствовалось. Мне понравилось то, что как бы смена обстановки, покатались там на машинках, весело было. Сергей Харитонов с нами катался. На машинках, когда ездил, ну, конечно, чувствовал, там, ребенка, мы же все дети как бы в душе. Это так с виду только там взрослые. А так-то, в принципе, да, покататься, поиграться тоже иногда хочется. Я пытался понять, как вперед ехать, как назад ехать. Ну, я как-то понял, через некоторое время понял, как ехать, и покатался. Ну, как маленькие дети. Кто-то стунулся, кто-то этому удивился, а кто-то не понимает, почему он едет назад. Его извлечен на кредит и не понимает, что происходит. Я стрелял в тире, конечно. Ну, я стрелял с винтовок, там, пневматических, а это как бы с пульками была. Ну, я не знаю, сколько выбил. Процента 50 выбил, наверное, банак 10 выбил. У меня мама была, в общем, мастер спорта международного класса по стрельбе. И я как бы в детстве все в тире провел. Я стрелял там с мелкашек, с воздушек. У меня дома было постоянно там оружие, всякие пистолеты, винтовки. Я в армии был разведчик-пулеметчик. Моя задача была в основном, как бы, стрелять огневая мощь. Это снайперы уже, да, стреляли метко, да. А мое было, чтобы все легли. А их потом отстрелили, должны были. Промахнуться невозможно, посмотри, реально промахнуться невозможно. Тир вообще, я не знаю, для кого, для детей. Я своего сына и то вожу в тир, и то там расстояние в три раза больше, оружие повзрослее, да. Это какие-то, не знаю, свистелки были, а не ружье. Пульки, она вылетает, одна стреляет, одна плюется. В тире, конечно, я стрелял, мне нравится стрелять. Ну, я попал в все, но не сбил. Вот так вот, не знаю, там, какой-то лохотрон, по-моему. Я раньше стрелял, бывало. Ну, и в тире, ну, тир такой тоже детский. Ну, тоже получилось выбить 19 из 20. Юра одну не сбил, вот у него хорошо получилось, у Щурова. Кроме Сергея, все никто не сбил. Поздравляю, выбирайте игрушку. Ну, панду, конечно. Алина, тебе панда нравится? Алина, держи, тебе подарок от всей нашей команды. Спасибо большое. И панда. Сергей правильно заметил, что там, как или пульки, не знаю, там, бывают рикошеты такие, что как банк попал, она не упала. Но ты же в этом не виноват, правильно? Ну, теоретически можно выбить все, просто нужно попыток побольше. Ребят, предлагаю вам вот аттракцион «Марс». На самом деле, это предложение, кто готов полетать, то прямо сейчас. Поехали. Сели мы в нее. Ну, я сам пристегнулся, вроде чуть-чуть люфт такой есть, но удобно. А подошел этот человек, который пристегивает. Ты пристегнул, прям живот сдавило. Мы говорим, а можно расслабить? Он, типа, говорит, так и должно быть. На самом деле, когда она начала раскачиваться, и уже это про это, потому что тебе живот дает, все забылось сразу. И чем выше она поднималась, тем как-то вот не по себе становилось. Когда мы туда залезли, я какой-то выкрикал, ну, что, будем кричать? Нет, ну, и все. Там кто-то кричал просто, там. Мне казалось, что Толик Токов, он кричал боязненно. Но это такой страх, не трусливый страх, а просто экстремальный, наверное, какой-то такой страх. Но я почему-то смеялся. Я думал, что она будет качаться просто как лодка, и не ожидал, что она перевернется. А я во время, когда я уже там был, я только тогда понял, что она будет перевернеться. Мне кажется, то, что я кричал больше всех. Дух захватывал, тем более, когда вниз головой, и думаю, что сейчас это зажим этот отстегнется. Думаешь, ну, и все. Страшно было. Думал, отцепится эта страховка. Из-за этого только переживал. Было не страшно, но кричал, конечно, потому что крик – это выплеск энергии. Ну, интересно в определенных моментах поорать. Я орал. Аттракцион «Марс» был интересный тоже, там эмоции невозможно было сдержать, там все ребята кричали. Так страшно было нормально. Думаю, ну, просто как бы, особенно когда замираешь вверху, тогда адреналин полностью проходит через тебя. Я прокатился на аттракционе под названием «Марс». Получил свою порцию адреналина. Ну, в тот момент хотелось бы, конечно, чтобы рядом был сын мой, вместе погулять. С девочками познакомились. Девчонки, ну, нормальные, обыкновенные девчонки. Как бы общались. Больше Артура разговаривал, как бы я поменьше принимал участие. Симпатичные девушки, жизнерадостные походу, веселые. Как бы, ну, просто поговорили, что. Нам мало, ну, как бы, общения девичьего. Я женатый человек, люблю свою жену, верный ей. А ребят свободные, они с девушками познакомились. Вроде что-то там они закрутилось. За мальчишек я, конечно, очень рад. Ну, у меня дома жена, которую я очень люблю, по которой очень сильно скучаю. И дочка. Очень их сильно люблю. Боишься? Я боюсь. Так, ты ко мне. Это самое большое в России, это колесо обозрения. Было очень весело там. У нас дома тоже есть такая, но не такая же большая, как здесь. 75 метров, там самое высокое, говорят, колесо в России. Нормально тоже, на Москву с высоты посмотрели. Красивый город. Там и фонтан, как бы, весь в золоте. Я не знаю, мы туда не дошли. Красиво. Очень красиво. Так, я не разобрался, где что стоит. И так. Можно посмотреть. В Москву. Это люди, как эти муравьи. То, что подо мной, я разглядел замечательно. Операторов, которые нас снимали. Деревья, какие-то аттракционы. Там качели взлетают. Тут этот Марс крутится. Здорово, интересно. Особенно понравилось то, что кабинка была открытая, и ногами можно было поболтать в воздухе. Мне понравилось колесо обозрения. Интересно было. Видел Останкинскую башню. Москва-Сити видел. В принципе, я давно хотел в парке побыть. Парк ВДНХ очень красив. Очень мне нравится. Считаю, что в Москве это лучший парк. То есть было приятно там побывать. Отвлеклись, конечно. Расслабились. Очень приятно, что удивляете нас такими сюрпризами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, ребят. Меня зовут Артем Леин. Я чемпион мира среди профессионалов и любителей по тайскому боксу. Артема Бай я видел неоднократно. Очень перспективный боец. Прославляет нашу страну за границей. Не буду вас сильно загружать. Попытаюсь что-то показать. Удары коленями, какую-то работу в клинче. Я также покажу удары локтями, которые можно использовать в смешанных боях. Ну, тогда давайте приступим к разминке. Я думаю, самостоятельно разомнемся. Размялись, ребят. Клинч – это борьба, но в стойке. Основной захват в тайском боксе идет захват за голову. То есть за счет локтей вы его держите. Голову как можно ближе приближать к его голове, потому что есть ударники, которые из захвата бьют. Когда он пытается проходить в ноги, делайте шаг назад и чуть маленький сайз степ. Поэтому как бы бычка за рога его взяли и в сторону отводите. Здесь, соответственно, идет дальше удар коленом. Бить сразу лучше. Он будет острее и более точно. Именно тайский бокс, у него принцип, то есть даже, скажем, не уличного боя, но жестких таких ударов. Все удары, они вылетают, как и вы, мощные очень. Там нету так поглаживания, подергивания никаких. Следующий захват, такая полускрутка. Под локоть подныриваете, сами заходите за спину. То есть делается так же скрутка. Здесь идет удар коленом. Либо в корпус, либо также в голову. То есть если в стойке идет бой, то есть поймать надо момент, когда ваш соперник переносит на левую ногу вес тела. Соответственно, вы делаете, левая рука заходит со стороны, с внешней, со стороны его левой руки. Делается такой полузахват. И делается, я не буду, щитков у меня нет, то есть делается, как по мячу пинаете, то есть чтобы была такая маленькая подсечка. Либо зацепом, то есть зацеп, и одновременно делается. В сторону тянете, в сторону и вниз. Левой ногой выбиваете. Получается движение, то есть голову вы тянете, ногу вы выбиваете. Так или иначе, он выйдет из равновесия. И там уже либо добить, либо коленом, либо с рук серию пробить. Это на ваше усмотрение. Либо пройти в партер как-то. Следующее на локте чуть попробуем. Оброждение. Беремся как бы обоюдно в клинч, то есть, ну, когда работа возле сетки, возле каната. Делаем шаг назад правой ногой, тем самым чуть разрываем дистанцию. Правой рукой под левую. Делается вот в этот сгиб. Такой удар, либо просто толчок. Делается, чтобы убрался. И сразу идет локоть. Как раз открывается то окно, которое, ну, челюсть, то есть много не надо усилий прикладывать, чтобы попасть. Делается. Если, ну, сильно крепко взял, то есть бьется раз-два, но за счет того, что вы назад делаете, шаг и корпус отодвигаете. И здесь открывается под удар локтем. Для меня тоже новенькое, что было, это и подбивание, и подсечки в клинче. Как бы мы больше в клинче работали. Было интересно захваты, удары коленями, локтями. Если удар наносится ногой в корпус, подхватываете ее, чтобы он вот здесь не ходила нога. Делаете разворот вместе, одновременно с круткой рукой. То есть такой залом получается. скидываете сразу на удар ногой, либо на удар коленом. Пробуем. Я занимался тайским боксом у Капша и Гнадия Павловича. Он мне рассказывал, что не нужно переучиваться, нужно оставаться таким, просто добавлять немножко из тайского бокса, что-то брать для себя. То, что ты считаешь нужным. Следующее, как выбираться. То есть двумя способами можно вытащить ногу. Когда пробил удар ногой, первое, то, что надо, это прижаться к нему. То есть за счет наклона сразу хватаете его в клинч, просовываете ногу туда, чтобы нога болталась, и делаете вот такой зацеп. То есть он уже не поднимет ее, не высекит, а левую ногу, ну, либо правую. Откидываете как можно дальше, что если вы держите. Здесь уже легче ее вытащить и нанести либо удар колен. То есть быстро. На раз, второе, два, третье просовываете, и на зацеп. Бороду прижмите как можно сильнее. На груди. Мы сейчас посмотрели, что-то новое для себя узнали. Это все надо нарабатывать. И ежедневно на тренировках. И тогда только будет в боях получаться это. Все через труд. Следующий элемент. Если бьете право-направо, провалились удар, делается захват, и сразу бьется колено. То есть постояли напротив друг друга, в стойке подвигались, один наносит туда, другой под него, и удар. Просто попробовали так же быстренько. Если у вас соперник поймал, тянет на эту сторону, делайте бэквист. В вашем рекламенте этого не разрешено, но Шлеменко, Андерсон Силио, Джон Джонс все бьют бэквисты, да? Ну, то есть достаточно опасный удар. Либо, ну, если бьете с дистанции, то есть задача убедить соперника, что вы делаете какое-то ложное движение, то есть финтите перед этим. Если бьете с дистанции, как я бью, показываю удар ногой, то есть прямо убежать, то есть его достаточно так явно показать, чтобы он вас провалило, отступило от вас за счет этого. Оп, показываете прям. После этого идет всегда атака. Либо он идет лоукиком к вам, либо там рукой идет, и вы делаете бэквист. То есть показываете, и здесь идет рука. Либо, если локтем вы не достаете, бьете рукой. То есть если вам можно сейчас руками бить, бьете рукой, показываете, бьется удар рукой. Тайский бокс и бои без правил, как бы это немножко разные вещи. Как бы понятно, что они взаимосвязаны, но все равно есть свои нюансы. Он это понимал прекрасно и корректировал нас, немножечко поправлял, говорил, где-то свое можно добавить. Следующее упражнение, скрутку поделаем, и также в клинче. То есть если стоите возле ринга, поднимаете руку его и высекаете во внутреннюю часть бедра. То есть получается одна темена. То есть тянете левой рукой, тянете вниз в сторону, коленом выбиваете вовнутрь. Сам он человеку очень известный и боец в очень хорошей категории. То есть в тайском боксе с ним считаются. Я тоже очень уважаю его как тайского боксера и вообще как человека и спортсмена. Парни, спасибо всем. Надеюсь, что-то вы для себя подчеркнули, что-то у вас, ну, что-то дал новое. Конечно, я понимаю, у вас другой вид единоборств, но я думаю, тайский бокс что-то вам дал новое. Вам все спасибо. Всем удачи, пусть победит сильнейший. Ребят, начинай завешивание полуфинальных пар. И первая пара вызывается Кирилл Сухомлинов. Кирилл Сухомлинов хорошо развит, у него высший рост, у него длиннее руки, у него приличный опыт выступления в боях. Он показывал, это у нас на проекте тоже неоднократно, что он достаточно хорошо и профессионально выступает. Беслан Атлешов тоже опытный парень, и он отличается приличной физической силой, поэтому я бы, наверное, не ставил особо ни на кого из них. Вторая пара Рустам Гаджиев и Анатолий Токов. Гаджиев показал отличный бой с Михаилом Колобеговым, который многие прочили, что Колобегов должен выиграть, и Гаджиев просто обыграл его. Анатолий Токов уже имеет опыт выступления на профессиональных поединках. Он хорошо развит физически, у него разнообразная техника, он может и достаточно успешно работать и в стойке, и в борьбе. Следующая пара Антон Золотов и Олег Новоселов. Ребята невысокие, очень крепкие физически плотные, такие два стойких солдата. Они спокойно работают, каждый знает, что ему необходимо делать. Я думаю, это будет тоже интересный бой. И следующая пара Дмитрий Кром и Николай Алексахин. У Дмитрия Крома преимущество, мне кажется, в технике. Он чуть получше и пособраннее в стойке и в портере. Николай, мое мнение, что он более мощный физически. У него какое-то изнутри горит желание, которое его ведет все время. Хочу выиграть, хочу, хочу. Юрий Щуров и Алексей Ефремов. Юрий показал отличный бой, я считаю, на предыдущем этапе. Физически Юрий очень силен, и физически он, наверное, посильнее будет Алексея. Алексей Ефремов провел сложный бой против своего соперника. Если он сейчас восстановился, то сложно будет прогнозировать, кто из них выиграет. Пара до 93-х килограмм. Вагаб Вагабов. Его соперник Артур Астахов. Интересная пара. Оба атлетически сложных бойца. Психологический, я думаю, более спокойный Вагаб. Артур, он немного такой, чуть взрывной, в том числе психологический. Он может начать где-то нервничать, если что-то пойдет не по его сценарию. Будем рады видеть вас на боях и надеемся, что бои будут очень красивые, профессиональные. От меня лично хорошего настроя и победить. В следующей серии вы увидите Самое время Доказать всем, что ты герой Самое время Оставаться с собой Самое время Драться, что есть сил Когда со своей судьбой Ты один на один Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»